Екатерина Николаевна Базарова, старший преподаватель кафедры психиатрии Петрозаводского государственного университета. Мне бы хотелось обозначить несколько проблем, связанных с этой сложной и очень неоднозначно трактуемой темой, связанной с нетерпимостью, интолерантностью к другому, к чужому, к непохожему на тебя. И речь в широком смысле пойдет о гомосексуальных отношениях, которые известны с глубокой древности, которые присутствуют не только в человеческом сообществе, но и в биологическом мире, кстати. И которые находятся у нас, если не под культуральным запретом, то, по крайней мере, сказать, что мы свободны от каких-то стереотипных представлений, мы, естественно, не можем. Когда нас пытаются сравнивать, допустим, с какими-то другими странами, где эти люди с нетрадиционными, как принято говорить, ориентациями, на самом деле здесь есть либо расстройство сексуальных предпочтений, называется так, либо расстройство сексуальной идентичности, так вот, нас сравнивают и находят, что у нас более такое ригористичное общество, более ригидное. И это святая правда. Почему? Потому что надо понимать, в России, для России вообще очень характерно вертикальные соотношения, не горизонтальные, не партнерские, то есть не демократические отношения, они вертикальные. Это традиционно сложилось. Многие ошибочно это связывают, скажем, с каким-то периодом последних 80 лет, тоже неверно. Я, не вдаваясь в российскую историю, тем не менее, должна сказать, что определенные социальные взаимосвязи, они предполагают определенную стереотипизацию отношений, жесткую иерархизированную соподчиненность, а это всегда предполагает некую агрессию, не обязательно физическую, агрессия, которая проявляется пренебрежением, игнорированием, давлением, контролем. Кого? Другого. То есть наше общество достаточно конформно. А конформист всегда плохо относится к чужаку. То есть я вспоминаю, знаете, одну книжку, совершенно проходная книжка какого-то фантаста, сейчас уже не помню, под названием «Отклонение от нормы». И сюжет несложный. Земля после ядерной катастрофы, какое-то примитивное земледелие, скотоводство, и книг нет, образование, по сути, в таком руинированном виде. И в каждой и время от времени рождаются дети, которые имеют какие-то отклонения в физическом развитии. Специальный инспектор осматривает этого ребенка. Если он имеет отклонения физические, его отправляют в такую специальную резервацию. И в каждом доме висит табличка, памятка, где самым главным и самым мощным посылом является следующий – «Найди и уничтожь мутанта». Вот, то есть, другого. Любой конформист, он, как бы, стремится к усредненности, к тому, что все, что не похоже на меня – это все плохо. И, как бы, основа этого у нас и социальная, и психологическая столь мощная, что, естественно, отношения… Прошу прощения. И вот, понимаете, вот эта книга, она может быть действительно метафорой к той ситуации, которая существует у нас, к этому отношению. Даже если законодательно не предполагается каких-то притеснений, гонений и так далее, социальное давление очень мощное и очень неприятное. И мы можем очень четко определить, понимаете, вот даже для себя каждый человек абсолютно честно может определить свой диапазон приемлемости. Он может говорить, да, я современный, прогрессивный человек, значит, их не нужно переучивать, они как праворуки или воруки, вот, как бы, нельзя, они имеют право там на существование и так далее. Но если мы спросим, а вы бы как отнестись к тому, если ваш сын вступил в гомосексуальный, допустим, там, как бы, контакт, и его абсолютно не интересуют гетеросексуальные, или ваша дочь, и вот здесь диапазон приемлемости, то, что касается своих близких, он заканчивается. Как правило, мы можем быть терпимы хотя бы к тому, что не касается непосредственно нас. И понятно, что это проблема. И проблема, прежде всего, для тех людей, которые обладают этими качествами, на нас непохожими. Мой диапазон приемлемости, он тоже ограничен. Он ограничен следующим. Я спокойно отношусь к любым проявлениям, как бы, отношений, к взаимоотношениям. Если в них не вовлечены дети, если там нет людей, которые находятся в какой-то зависимости, если это действительно партнер. Я сказала о детях и о людях, которые находятся в зависимом положении, но, собственно, это касается и гетеросексуальных пар. То же самое касается детей, допустим, которых используют, допустим, в той же детской порнографии, даже если не совершают с ними каких-то развратных или сексуальных действий. То есть здесь отношения то же самое. Поэтому диапазон приемлемости, наверное, не может быть расширен до бесконечности. У каждого из нас есть свои там ценности и убеждения. Но полностью жесткое, грубое, пренебрежительное, резкое отношение, что характерно для многих людей. Понимаете, люди ведь чаще всего агрессивны компенсаторно. Чем они более неуверены, чем они более личностно незрелы, тем более они нетерпимы. В свое время еще очень хорошо Герцен, кстати, в «Былом и думах» он писал о том, что жесток ребенок в своей невинности, жесток доктринер гордой своей наукой, жесток священник гордой своей святостью. Но как только он понимает границы своих возможностей и свое человеческое несовершенство, он начинает более терпимо относиться к другим. Но это предполагает уже личностную зрелость. Ждать, что личностная зрелость будет неким присущим вообще всему обществу качеством, это нереально, это невозможно. То есть то, что касается истоков, мы говорили, мы говорили истоков формирования этого отношения, крайне негативного, крайне отрицательного. И даже юмор, связанный с этим, иронией, в иронии тоже есть элемент агрессии, он очень специфичен. Посмотрите в современном, допустим, кинематографе, или в современных спектаклях, или в современной литературе. Гомосексуальная пара всегда подается либо в таком ироническом, чрезмерном виде, что чаще всего не соответствует действительности, либо в ситуации глубокого отрицания. Причем это касается как и элитарного, допустим, кино или театра, так и примитивных шуток из передач типа, как он там называется, Петросяновский, да, аншлага. Там тоже вот эти вот все шутки, ну там как бы на определенный уровень, на определенный вкус. Но мы нигде не видим терпимого, спокойного, доброго отношения. И, естественно, носители, как бы, этих качеств, собственно, они оказываются в сложном положении. Как правило, вот когда они обращаются на прием, мы, я, например, сталкиваюсь с ними, как обычно в клинических ситуациях, по поводу чего они обращаются? По поводу обычно депрессивных состояний, по поводу межличностных отношений. То есть повод, опять же, как и в гетеросексуальных парах, там отношения мало чем отличаются, если брать принципиальные какие-то корневые проблемы этих отношений. И надо сказать, что в большинстве своем они сталкиваются, естественно, с глубоким неприятием и горем иногда. Особенно это касается близких родственников, когда родители узнают. Я практически не видела людей, это касается и женщин, и мужчин, родителей которых оказали бы какую-то поддержку. Практически никогда. Я, понятно, тоже ограничена своим опытом, но разные люди, вне зависимости от уровня образования, от структуры своих каких-то взаимоотношений с окружающими. Для них это, как правило, реакция чрезмерная. Она сопровождается просьбами, мольбами, угрозами, желанием, допустим, настаиванием, на то, что вы обратились к кулачу, лечиться от этого, понимаете? То есть самые разные ситуации, но они всегда сопровождаются очень тяжелыми эмоциональными переживаниями близких людей. Для многих осознание своих предпочтений тоже становится мучительным. Я вспоминаю мальчика, который происходил из семьи, очень традиционный. И когда он осознал свое влечение к своему же полу, для него это было настолько мучительно, что он только не пытался делать, он лечился в последующем по полу, такой суицидоопасной депрессии. Потому что уровень внутренних запретов очень высок. А в любом обществе с такой жесткой иерархией уровень запретов всегда очень высок. Откуда есть стереотипы? На то и стереотипы меняются труды. Поэтому понятно, что проблема действительно тяжелая. Ну и хочу, может быть, высказать такую несколько парадоксальную вещь по поводу того, что мы встречаемся с гомосексуальными проявлениями все чаще и чаще. Это действительно так. И не только потому, что раньше все это было под очень жестким запретом, а сейчас стало более легитимно. Нет, не поэтому. Почему? Потому что, помимо всего прочего, есть модели, ранние модели, которые ребенок усваивает в своей собственной родительской семье. И неудовлетворительность этих моделей приводит к поиску эмоционального контакта, эмоционального тепла, такого альтернативного своим семейным отношениям. То есть нет этих моделей, они сломаны. На сломе традиционной семьи рост гомосексуальных тенденций естественно усиливается. Помимо чисто сексуального влечения есть еще и эмоциональная потребность, а первичная эмоциональная потребность в принятии, в признании, в эмоциональном тепле и в эмоциональной поддержке. Так вот, неудовлетворительность отношений, которые были интроекцированы с детства, это первое. А второе, если ребенок интроекцировал неудовлетворительные, зачастую конфликтные отношения между отцом и матерью, то у него возникает, у девочки может возникнуть вообще-то как бы страх и отторжение мужского мира, у мальчика страх, отторжение, отвращение, неприязнь к женскому миру. И когда это возникает, то поиск идет. Кажется, что легче найти близкого человека среди людей одного с собой пола. У многих, то есть, возникает это желание, им кажется, эти отношения более безопасными, более прогнозируемыми, более предсказуемыми. И об этом можно достаточно много рассуждать, но могу сказать, что не видела девочек, вернее, женщин с гомосексуальными отношениями, у которых были удовлетворительными по-настоящему отношения с папой в раннем детстве, так, чтобы папа дал им ощущение своей собственной ценности, своей привлекательности, женственности и так далее. То есть, случайностей вообще в этой жизни очень немного. Все достаточно закономерно и детерминированно. Здесь есть еще как бы понятно, что действительно генотип может проявиться в фенотипе, а может в фенотипе и не проявиться. человек по своей природе вообще бисексуален. Если мы говорим даже о мужском и женском начале, как в юнгианстве аниме и анимус у каждого человека, что более выражено, проходит определенный этап психосексуального развития. И есть люди, которые вполне удовлетворительно строят гетеросексуальные отношения, хотя имеют достаточно мощный гомосексуальный компонент, он может совсем по-другому, допустим, проявляться. То есть, каждый из нас имеет определенные предрасположенности. Но то, как сложится наша дальнейшая судьба, во многом зависит от самых ранних запечатлений раннего детства и от ранних моделей взаимодействия, как в своей собственной семье, я имею в виду в родительской семье, так и в ранних социальных, допустим, взаимодействиях. И многие, скажем, в настоящее время гомосексуальные пары, они ведь имеют как бы опыт и гетеросексуальных отношений, и гомосексуальных отношений. То есть, я, опять же, не буду вдаваться в детали объектных отношений, которые выстраиваются в период раннего детства, но во многом действительно, то, по какой дороге ты пойдешь в дальнейшем, зависит от этих ранних впечатлений, не только от генотипа. Как правило, неудачный опыт взаимодействия с мужчинами, и как бы пытаются найти эмоциональное тепло, прежде всего, принятие понимания в отношениях со своим полом. У мальчиков то же самое. А как проявляется гомосексуальный компонент в традиционной семье? В традиционной семье гомосексуальный компонент, во-первых, вспомните, когда вот эти, допустим, все этапы гомосексуального, прошу прощения, психосексуального развития, как бы примерно с в 2,5-3 года формируется так называемая гендерная идентичность. Что такое гендерная идентичность? Когда человек осознает свой пол раз и навсегда заданным, как бы не только пол, но и социокультурный стереотип. Это 2,5-3 года. до 6-летнего возраста в норме могут как бы присутствовать так называемые фантазии метаморфоза. Хочу быть мальчиком, хочу быть девочкой и так далее. Потом, как правило, эта фантазия редуцируется и дальше идет латентный период. Он тоже там не совсем латентный, но такое условное название. Такой мертвый сезон, когда, если вы вспомните в школе, идет такая сегрегация. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Но возникает дружба между мальчиками чуть позже, в приподростковом возрасте. Такая настоящая мужская дружба. Мужская дружба. Ну и потом, как бы в традиционной семье мы тоже это видим нередко. Настоящая мужская дружба, рыбалки, охота, бани, выпивки там на брудершафт, допустим, и так далее. Настоящая женская дружба. В женской, вот как бы вообще в женском, в женских и в гомосексуальных отношениях там очень много эмоциональных проявлений, то есть как бы попытка эмоционального принятия, эмоционального обмена. То есть женские такие вот отношения с глубоким взаимопроникновением, прежде всего, эмоциональным. Вообще, сексуальные отношения – это продолжение эмоциональных отношений. И поэтому, естественно, даже если вы вспомните вот эти дружбы между мальчиками, которые возникают, обратите внимание, в детстве Толстого есть такой эпизод, когда приходят мальчики в гости, и у них такая затевается особая возня, они играют, это возраст преподростковый, 10-11 лет. Поэтому это представлено, но это не фиксируется нормально, это проходит, как дождь за окном. А дальше, чаще всего, при нормальной социализации люди выстраивают свои отношения. Потребность в отношениях есть у всех, в эмоционально насыщенных. Но, тем не менее, в любом обществе 5-7% – это представители сексуальных меньшинств, независимо от его статуса, характеристик. Это вертикальное общество или горизонтальное, как вы сказали. Тем не менее, что можно противопоставить такой агрессии, такой гомофобии открытой или неявной, на ваш взгляд? – Во-первых, я просто реплику хочу высказать по поводу 5-7%. К статистике нужно относиться осторожно. Потом у нас нет таких длительных исследований, сколько это было этих, допустим, гомосексуальных пар в средние века, или в эпоху эллинизма, или в эпоху Первой мировой войны. Понимаете, как бы трудно сказать, но, тем не менее, да, всё правильно. Это о чём и говорит, о том, что генотип всё-таки сильнее генотипа. Что можно противопоставить? Когда человек становится толерантным? Он становится толерантным только в том случае, когда общество, само общество, занимается направленно на его индивидуальное развитие, на его зрелость, на его мудрость, на его ценность. Вот когда человек чувствует собственную ценность, когда он чувствует собственную уверенность, ему не нужно компенсироваться за счёт более слабого. Чем больше зрелых личностей в обществе, тем менее оно агрессивно. Чем меньше этих личностей в обществе, чем более оно, как бы, нонконформно, тем больше оно, тем более оно агрессивно. Я бы сказала, что там, тем более оно... Наоборот. Наоборот, совершенно верно. Мы можем это переписать. Вот, потому что... Чем более оно конформно. Совершенно верно, тем более оно конформно. Потому что, понимаете, человек, допустим, с хорошим уровнем собственного развития, с хорошей, адекватно высокой самооценкой, с ощущением собственной ценности и со своими источниками самоуважения, он компенсироваться за счёт другого не станет. То есть он может посочувствовать, допустим, что умосексуальная пара не может иметь, скажем, собственного ребёнка. То есть, если для него ценностью являются дети. Или он может посочувствовать их положению. Но, как бы, чувствовать себя сильнее, более праведным, более правильным, за счёт того, что кто-то вот не такой, и на твой взгляд, с поддержкой общества хуже, чем ты, вот это, конечно, проблема уже личности незрелой. Это то, о чём я заговорила с самого начала. Вот эти истоки. Потому что между конформизмом и нон-конформизмом наша задача найти золотую середину. Правда? Если ты будешь конформен, ты никогда не реализуешь себя. Если ты будешь полностью нон-конформен, общество не даст тебе себя реализовывать, потому что ему не понравится. То есть везде должны быть... Почему-то должны существовать законы. Везде должны быть выстроены определённые границы. То есть добровольные отношения возможны. Вовлечение, скажем, малолетних детей недопустимо. И вот здесь, как бы, мы получаем... У нас есть осуждение, как бы, такое тотальное. И нет чётких правил и чётких законов. А должны быть чёткие правила и чёткие законы. То бишь границы. Определённые границы. Это не значит, что я должна восторгаться всеми гомосексуальными, допустим, парами. Они мне могут быть симпатичны, могут быть не симпатичны, как и любые другие люди. И толерантность не значит, что мы должны это, знаете, как бы воспевать, восхищаться и превозносить. Каждый живёт так, как он хочет жить и реализовываться. Но при этом должны быть границы. Без крови, без того, чтобы мешать другим людям, там, настаивать. Ведь многие пары гомосексуальные, и как бы люди гомосексуальной ориентации, они волей и волей сами такие немножко напористые, агрессивные, ироничные, в адресе, допустим, гетеросексуальные. То есть взаимный процесс. Лучшая защита — это нападение. Всяк-то известный. А часто ли к вам обращаются геи и лесбиянки? И как вы с ними работаете? И, может быть, вы работаете с целыми семьями? То есть с ними и их родителями? Обращаются не так часто. И обращаются они не потому, что они что-то хотят поменять в своей сексуальной жизни. Они обращаются по тем же поводам, по которым обращаются другие люди. Ко мне обращаются как к психиатру, к психотерапевту по поводу, опять же, депрессивных расстройств, по поводу кризисов взаимоотношений, по поводу сложности, допустим, взаимоотношений не только в гомосексуальной паре, по поводу того, как выстроить, допустим, со своими родственниками и так далее. Обращаются, естественно. И там эти проблемы, они, в общем, мало чем отличаются от проблем в гетеросексуальных парах. Я не сексолог. То есть, и ко мне обращаются как бы не по сексологическим вопросам. Хотя сексология, понимаете, составляющая часть проблематики. А были ли в вашей практике взаимоотношения, ну, с трансгендерами, скажем, с людьми, которые бы хотели изменить свой пол? Были. И они бы пытались вот что-то с этим делать, то есть изменить свое отношение к изменениям пола. Не изменить. Если это были люди, которые хотели изменить пол, это единичные случаи. Карелия вся, как Васильевский остров, она крошечная. Были люди, которые как бы в практике. Есть определенная процедура, юридически узаконенная. Они проходят определенные этапы. И если они не страдают, скажем, психическими расстройствами, они могут это сделать. И эти операции производятся. К слову сказать, Россия в этом отношении тоже такая удивительная страна. У нас, как правило, меняют пол с женского на мужской. В других странах наоборот. То есть у нас, кажется, мужская роль более спокойная и привлекательная. Но это единичные случаи. Потому что они себя ощущают. Их гендерная идентичность, для них отношения, допустим, чтобы это себе представить. Допустим, если человек чувствует себя по полу мужчиной, а является женщиной, для него отношения с мужчинами это гомосексуальные отношения, по сути. А он может не принимать их полностью. То есть, и когда они пытаются выстраивать эти отношения, кроме тяжелой фрустрации, депрессии, обычно ничего не дает. А вот как объяснить обычным людям, что гомосексуализм это нормально? Это норма? Вот что бы вы сказали человеку с улицы? Вы знаете, вот человеку с улицы мне не очень нравится этот посыл, потому что в общем и в целом говорить, понимаете, разговоры мало что меняют. Я бы сказала конкретному человеку с полным неприятием этих отношений. Во-первых, первое, он ведь часто не только к гомосексуальным отношениям так относится. Он будет так относиться к человеку с физическим недостатком, только скрывать это будет. Для него это неприемлемый вариант. Он будет также относиться к человеку другой национальности или другой расы. То есть, у него эта нетерпимость редко бывает связана только исключительно с гомосексуальностью. То есть, он вообще нетерпим, интолерантен, чаще всего не уверен в себе, конформен, агрессивен и так далее. Чтобы что-то у него менялось, его не надо убеждать, потому что убедить невозможно. Когда мы начинаем убеждать, человек испытывает сопротивление. Чтобы у него что-то менялось, здесь следует только об одном подумать. О нем самом. Если у меня возникает, допустим, нетерпимость в отношении чего-либо, я должна задать себе вопрос. Почему же у меня возникает такая нетерпимость? Почему мне возникает такое сопротивление? Вы знаете, как самые страшные антисемиты, не редко это евреи. Как самые страшные люди, противники гомосексуальных тенденций, это люди, которые себя чувствуют какие-то латентные, допустим, латентные привлекательности, латентные гомосексуальные импульсы, скажем так, понимаете? Поэтому для этого нужно разобраться все. Потому что если для меня эта проблема не является, у другого человека проблемой тоже не станет. А как Вы относитесь к однополым бракам? К легализации их в России? Думаю, что в России это малореально, как бы легализовать эти браки. Потому что это, опять же, это принимать на себя этим же парам страшный удар, неприятие, осуждение и так далее. Я никогда не думала, честно говоря, по поводу этого вопроса, но полагаю, что достаточно представляют все психологические аспекты, особенности в нашем социуме, которые будут здорово затруднять. Кровавый такой путь легализации брака. А вот так же, как и гей-парады, да? Причем я, допустим, в отношении гей-парадов могу сказать, а зачем? То есть вообще эта сторона жизни весьма интимная. Почему я должна ее кому-то, допустим, демонстрировать? Это ведь опять идет от той же самой, как бы, надо сказать, что в гомосексуальных отношениях, как в капле воды, отражаются те же социальные отношения. Если человек уверен в себе, он никогда не говорит о том, что я уверенный в себе человек и так далее. Знаете, умный человек никогда не замечает того, что он умен как-то, он не думает. Вот сейчас я скажу что-то непременно умное, правда? Для него это, как бы, имплицитно присущие ему какие-то качества. Для чего заявлять о своей принадлежности? Привлечь внимание. Оно будет негативным. Но, может быть, это еще и способ самоидентификации и реализации своих каких-то социальных свобод. А каких? Право на свободу шествий и митингов, ассоциации. И жажда признания. Вот. Это тоже проблема. У вас возникает желание пойти на митинг куда-нибудь? Какой социальный, я не имею в виду. Но если бы это помогало решить проблему... Это никогда не помогает решить проблему. Вот у меня, например, мне в голову такое не придет пойти на какой-нибудь митинг. Понимаете, это всегда такое групповое бессилие. То есть можно заявить, можно что-то говорить и так далее. Смысл. Человек реализует себя, допустим, какие-то свои глубинные ценности, интимные ценности. Он их реализует в своей нормальной жизни. Он не нуждается в том, признают это, не признают. Это требует определенной мудрости. А так, как бы, что гетеросексуальные, что гомосексуальные шествия. Есть старая, довольно грубая, ноточная шутка. Знаете, почему нельзя заниматься любовью на площади? Потому что все начинают говорить, как это лучше делать. Советовать. Понимаете, то есть, на мой взгляд, эта сфера очень такая личная. А не предмет эпатажа. А там есть такой элемент эпатажа. Как правило, у них есть там свое общество, своя компания, где они собираются и так далее. И я прекрасно понимаю, что для некоторых из них это элемент такого эпатажа, такой нон-конформности. Но это больше ничего. Ну, а с другой стороны, это попытка интегрироваться в общество. Интегрироваться путем конфронтации. Это странная модель интеграции. Путем борьбы за свои права. За какие? Например? Ну, право быть такими, какие они есть. Они есть такие, какие они есть. А человек не живет в безвоздушном пространстве. И когда он ловит какие-то косые взгляды, осуждение, или его просто избивают. Как ему быть с этим? Вы знаете, Максим, я, наверное, скажу такую вещь, которая может быть не очень, опять же, популярна. Каждый из нас, живя в достаточно агрессивной среде, может идти поздно вечером по улице и получить, понимаете, там, пулю в живот. Образно говоря. Выйти из подъезда своего дома. Для этого не нужно быть геем, лесбиянкой и так далее. То есть каждый подвергается агрессии. Я могу выглядеть, допустим, не так, как большинство, и я обязательно буду ловить на себе косые взгляды. Я могу высказывать не те мысли, которые от меня ждут. Это вызовет раздражение и негативизм. Правда? В чем отличие? Но это в России. А скажем, в странах Западной Европы? Да, которая более... Немного. Там, понимаете, да, более толерантная, а с другой стороны, там тоже как бы проблем ведь очень немало. И здесь очень важна, понимаете, именно та самая. Люди ничего лучше золотой середины не придумали. Потому что можно заявлять, можно эпатировать, понимаете? То, что хиппи заявляли, как бы свое желание любви, от этого люди ведь не стали любить больше, меньше и так далее. Понимаете? То есть то, что кто-то там, допустим, шахтер, оставляя голодным семью, стучит каской там по земле, сидя возле шахты, мало что меняет. То есть каждый должен самосовершенствоваться, реализовывать свои ценности какие-то, да, там проживать по возможности хорошую, достойную жизнь. То есть есть масса каких-то вот интересных вещей. Я думаю, что здесь борьба направлена немножко не на то. Просто не на то. Как личность, если я доказываю свои права как личность, соответственно... Прошу прощения. Если я доказываю свои права как личность, люди более спокойно относятся к моей ориентации, наверное. Такова была бы моя мысль в ситуации, в которой, допустим, оказываются гомосексуальные пары. Правда? Как бы мы знаем великих людей нетрадиционной ориентации. Их помнят не потому, что они люди нетрадиционной ориентации, потому что они нам оставили произведения великими. А если ты ничего этому миру, кроме своей нетрадиционной ориентации, предложить не можешь, но требуешь к себе особого отношения, требовательно, настойчиво, демонстративно, это вызовет скорее раздражение, чем интеграцию в общество. Понимаете, как бы идентифицироваться с великим художником, потому что ты алкоголизируешься так, как великий художник, невозможно. Нужно творить так, как великий художник. Вы знаете, как в свое время, когда из основания Абани Ахматовой, когда кто-то ей сказал, он написал такую замечательную пародию на едоков картофель. Пусть он попробует написать «Едоков картофель», понимаете? Поэтому вот здесь вот такие вот вещи, они очень неоднозначны. И естественно сказать, что все, мы все вот просто любим, обожаем, значит, там, геев и лесбиянок, и пусть они шествуют, и пусть они, значит, там, как будто альтернативно живут. Конечно. И многие так живут. Понимаете? И для этого им не нужно в чем-то участвовать, и так далее. Поэтому здесь есть право, в некоторых странах оно как навязчивость, не дай бог, понимаете, там, назвать афроамериканца по-другому. А есть, как бы, личностное развитие, есть личностная зрелость, и есть творчество. Понимаете, если мы видим блестящее произведение, и в современном искусстве, нас мало интересует, что это создано гомосексуалом. Нам интересно произведение. — И есть агрессивная среда, с которой лучше не бороться. — А, нет смысла. На агрессию мы получим в ответ только агрессию. Почему-то я говорю и про браки, про все эти шествия. То есть на конфронтацию мы получим конфронтацию. Понимаете, здесь все очень неоднозначно. Есть люди, которые могут прославиться только тем, что они защищают, там, права, допустим, они больше ничем не могут прославиться. Я, возможно, говорю такие не очень удобные, не очень приятные вещи, но я думаю, что это мое убеждение. Что делают чаще всего на митингах? Как-то знакомая моя режиссер на телевидении сказала, говорит, когда вот вижу таких теток на телевидении, на митинг пришли, и думаю, что же вы, тетки, пришли на митинг? Вы потом борщ сварили, семью накормили и так далее. Понимаете? Ну, больше пульс. Хорошо. И если можно, Екатерина Николаевна, вот про психическое состояние общества... Плачевное, проблемное, кризисное, тяжёлое на самом деле. Мало того, что традиционные психические расстройства, они представлены в определённых, колеблющихся, понятно, но в определённых соотношениях в обществе. И на них в меньшей степени действуют социальные изменения. На них в меньшей степени действуют какие-то лунки стереотипов, экономические катаклизмы и так далее. А вот пограничные психические расстройства от этого очень зависит. Мы действительно живём в очень сложное время, в очень проблемное время. И в эпоху смены многих стереотипов. И многие настолько... В основном от каких проблем страдают? Ко мне, допустим, обращаются по каким проблемам? Эмоциональные проблемы. Проблемы взаимоотношений. Семейные проблемы. Взаимоотношения с детьми, с мужьями, с жёнами и так далее. Депрессивные проблемы. И надо сказать, что проблема с ценностями, проблема с убеждениями, с очень многими вещами. Люди находятся в каком-то состоянии постоянной внутренней напряжённости, тревоги. То есть на самом деле ждать терпимости от человека, который сам находится в тревоге, когда он не живёт, а выживает. Вот нельзя выживать. Надо жить в любое время. Выживает, доживает. Вот это ощущение страшное. И понятно, что мы хотим от них толерантности, а мы хотим от них как бы доброго и участливого отношения к другому. Я по этому поводу вспоминаю, знаете, в дневниках, по-моему, в дневнике Набокова есть очень хорошее по этому поводу рассуждение. Он, описывая там особенности своей семьи, родителей и так далее, он пишет, что полжизни я прожил как еврей, полжизни как русский, оказалось. Так получилось. И он сказал, что очень тяжело было быть евреем, когда я чувствовала себя евреем. Но ещё тяжелее в России мне стало, когда я почувствовала себя русским. Мы всё время, и мы помогаем людям страдающим. Но меньше всего, и вот в нашем обществе какая проблема, получают помощи те люди, которые, может быть, даже не отличаются к теме, не будут, допустим, экзотическими симптомами или нетрадиционными ориентациями сексуальными и так далее. Здоровому, нормальному человеку, то есть жить очень тяжело. И вот эта вот тяжесть жизни, и он на себе несёт основную тяжесть этой жизни. И, как сказано в китайской пословице, если человек, прошу прощения, как сказано в одной китайской пословице, если человек стоит на цыпочках, он не может стоять очень долго. А у нас постоянно, понимаете, мы стоим на цыпочках, тяжёлых. Проблема социального горизонта для многих мучительна. Потом, как бы, многие бездумно взятые кальки, допустим, там, из других стран. Вы посмотрите, детям бесконечно долдунят успешность, успешность, успех, неуспех. Понимаете, можно быть успешным, и можно быть глубоко несчастливым. Очень мало мы говорим о добре и зле, правда? То есть есть добро, есть зло, есть какие-то понятия, такие, не меняющиеся. А у нас успешность будет ценой. Не могу добиться успешности, немножко уйду в маргинальную, допустим, какую-то сторону, для того, чтобы обо мне заговорили. На самом деле потребность признанная, правда? Вот когда человек, допустим, с чем это можно сравнить? Я бы такую привела метафору. Вот когда человек, допустим, великолепно освоил, ну, например, мастерство живописи, а потом пришёл к каким-нибудь треугольным грушам, это здорово. А когда он ничего, кроме треугольной груши, нарисовать не может, но требует и жаждет признаний, это другой вариант. И когда мы говорим как будто об этих сложностях, не те методы, на мой взгляд, не те методы борьбы. Потому что здесь не нужно бороться, здесь нужно своей жизнью, своим творчеством, своими отношениями утверждать какие-то ценности. А так все силы уходят на борьбу, бесплодие. Вот это ваш совет. Да, такой достаточно пространный. То есть, когда у нас вызывают раздражение другие, надо сконцентрировать внимание на своём внутреннем линии. Что же происходит со мной? Почему он у меня вызывает раздражение? Может быть, он напоминает мне какие-то мои потребности. Для сравнения, скажем, уверенный человек больше всего раздражает кого? Неуверенного, который этими качествами не обладает, но хотел бы. Вот, допустим, неуверенная учительница, а ученик уверенный. Она тут же скажет, что он наглый, самонадеянный, и тут же щелкнули его по носу. А почему верующие люди часто бывают такими агрессивными и особенно нетерпимыми? К сожалению, глубоко верующих людей немного. Это люди, которые чаще всего просто привержены ритуалу, понимаете? Глубоко верующий человек, он очень терпим. И я должна сказать, вот вспоминаю, один автор описывает свой диалог со своей коллегой, которая приехала тоже врачом, она приехала из Праги, по-моему, и говорит, очень бы хотела посетить православную церковь. И посетила ее. И когда она описывала посещение, она сказала, знаешь, что больше всего поразило в церкви? Описывает она вот как бы эту ситуацию. Так говорит, что? Вот эту даму из Чехии. Она говорит, больше всего меня поразило то, что старушки в церкви постоянно делали замечания молодым людям, одергивали, поучали и так далее. Она говорит, на мой взгляд, человек ходит в церковь для того, чтобы сосредоточиться на своем душевном состоянии, на вот этой обратной связи, на каких-то благочестивых мыслях и так далее. Так вот эти старушки, которые одергивают, поучают, говорят, так ты туда-то свечку поставил, и не туда, так ты одет или не так, они вообще, их можно назвать религиозными старушками? Нет. То есть они компенсируются опять за счет чего? Они указывают, осуждают, принижают вот эту молодежь. Вместо того, чтобы, даже если сделать какую-то рекомендацию, сделать это нормальным голосом. Вот если я, допустим, прихожу в храм, и у меня возникает такое состояние, сосредоточенное, созерцательное, молитвенное, у меня абсолютно нет дела. Кто как одет, кто как крестится и так далее. Понимаете? То есть, не будучи человеком, глубоко религиозным. И поэтому у меня вызывают сочувствия многие люди. То есть для них это способ продемонстрировать свою оценочную позицию. Человек глубоко нравственный, слово нравственность употребляет редко. Он, понимаете, это все, все как в созеркалье, вот такое оборачивание. Он проповеди не читает. Он не читает проповеди. Это, знаете, нет, мы есть люди, которые как бы им это дано, они могут это сказать от своего избытка, от желания поделиться. Но если их не слушают, они не огорчаются при этом. Потому что это проблема других людей. Понимаете? А так, помните, как замечательно говорила генераль Шерепанчина, да, в идиоте? У меня одна проблема, я очень добрый. Примерно, да, близко к тексту? То есть иерархи русской православной церкви, отличающиеся особой гомофобией и нетерпимостью, это люди неверующие. Как бы не глубоко, я бы сказала, люди не очень мудрые. То есть мудрый человек, он принимает всех. Церковь, как материнская церковь, она принимает заблудшего, она принимает другого, она принимает, допустим, там, раскаявшегося, грешника и мытаря, понимаете? – А может ли церковь заменить психолога, психотерапевта? – Есть потрясающие совершенно священники, которые, конечно, несут эту функцию. И благо огромное, если они есть, понимаете? Но я немного, вы знаете, вот я одну хочу сказать вещь. Что-то я не вижу священников в наших психиатрических клиниках, там, где нужно работать с тяжелыми пациентами. – А они бы могли там быть? – Кто бы им помешал? – И должны там быть? – Нет, не должны, конечно же. Но если бы вот был такой альтруистический посыл, помогать ближнему именно таким образом. Я знаю много по-настоящему верующих людей. То есть они помогают, не требуют за это наград. Никогда. – А вы вот обращались когда-нибудь к психотерапевту? – Я? – Да. – Нет. Но у меня есть ближайшая моя подруга, психотерапевт. Мы с ней обсуждаем, по сути, психотерапевтические проблемы. И мне всегда очень важна ее поддержка. Я имею в виду официально. – А как вы справляетесь вот с ощущением каким-то, наверное, которые вот оставляют люди больные после себя? – Я объясню. Справляюсь. Во-первых, я достаточно пластичный человек. Я глубоко погружаюсь в эмоциональную жизнь других людей. И надо сказать, что это часто очень тяжело. Но я умею из этого выходить и переключаться. И, наверное, есть несколько моментов очень важных. Для меня таким вот моим, как бы, очень важные, как бы, очень важные… Можно переписать этот момент, да? Чтобы не было вот этих всех. То есть, во-первых, я счастливый человек, у меня замечательный муж, который никогда меня не критикует, не оценивает, не осуждает. Он с полным эмоциональным приятием. У меня замечательные дети, и у них я тоже могу получить поддержку. У меня немного, но преданных, замечательных друзей. У меня много товарищей и знакомых. Что у меня вообще, вот как бы, как я могу восстанавливаться? Собственный какой-то внутренний процесс, который позволяет мне прорабатывать многие вот эти проблемы. Ну, а если говорить о том, как переключаться, есть два старых испытанных способа в течение всей жизни. Природа меня восстанавливает абсолютно. И книги искусства. А какие именно книги? Разные. То есть, я, как бы, очень люблю литературу. Я специально эту литературу читаю, как художественную. То есть, мне это доставляет удовольствие. Классическую литературу и современную литературу читаю. Философскую литературу. Люблю мемуарную литературу, потому что мне интересна идентичная проблема идентичности разных людей. И я всегда предвосхищаю, то есть, это огромное удовольствие, ту книгу, которую я буду читать сегодня вечером. И вот несколько слов об истории психиатрии, окоррательной психиатрии. Вот сталкивались ли вы с этим? Никогда. И должна вам сказать, что здесь тоже, как бы, очень много преувеличено. Кроме психиатров, нашими пациентами, в основном, очень мало кто занимается. Их мало в церкви. Их мало где-нибудь в мэрии и так далее. То есть, психиатр, как правило, помогает, опекает. У нас такая патерналистская модель психиатрии. И, должна сказать, у меня был бы конфликт ценностей, если бы я использовала какой-то, допустим, противоречащий моим убеждениям методы. И, должна сказать, что нередко, правда, я вспоминаю, с этим сталкивалась, когда появилось много публикаций, там, начало 90-х, конец 80-х, о психиатрах, негативно окрашенных. Я вспоминаю, например, такие моменты, когда пациент, который лечился по поводу, скажем, тяжелого и параноидного психоза, он говорил, да, я лечился в больнице, ну, вы же понимаете, у нас карательная психиатрия. Хотя, кроме доброго отношения к себе, он ничего не видел. Я не сталкивалась. Это святая правда. Но, в принципе, это было какое-то время. Вы знаете, я могу говорить только о своем собственном опыте. Есть, допустим, всегда есть закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Может быть, недобровольная госпитализация. Там есть принуждение, может быть, правда? Но в каком это только случае, если человек представляет опасность для себя и или окружающих, когда есть ответственность перед третьими лицами, когда есть ответственность перед собой, и его, допустим, помещают в психиатрическую больницу. Потом можно рационализировать как угодно, понимаете? Есть психические расстройства, которые делают в определенной степени неполностью предсказуемую, как по ситуации. Я вспоминаю, между прочим, одну статью журналистскую, неудачную, много лет назад, когда пациентка с тяжелым психическим расстройством написала в газету о том, что и акушеры, и психиатры рекомендуют ей воздержаться от беременности, что вот они бездушные, холодные люди, что она хочет родить ребенка, и, наконец, у нее будет родная душа. Трогательно, правда, пронзительно. Она родила ребеночка и удушила его через несколько месяцев. Вот об этом в статье больше не было. Я могу таких историй привести много. Опять же, как это ни парадоксально, незащищенный не чаще становится кто? Психиатр. Ну, не хотелось бы на такой ноте... Не хотелось бы, может быть, даже это опустить. Да, заканчивать. Я-то имел в виду диссидентов, которые... Вы знаете, вот, как бы, диссидентов петрозаводского масштаба, вот, как бы... Не было. Такого уровня не было. А вы знаете? Я не знаю. Ну, я помню, как бы, одного молодого человека, психопатизированного, который писал там, как бы, стихи, которые там, вот, как бы, относил к диссидентским. Но, кроме него, так никто не считал. А вот, что такое норма для вас? Наверное, она размыта очень, да? Да, как бы, размыта, не размыта. Норма, вы имеете в виду, как бы, норма психического здоровья? Да. Неприлично быть полностью, знаете, абсолютно нормальным, как бы, это же, там, не среднестатистическая единица. Это такое состояние физическое и душевное, которое позволяет тебе реализовывать себя в социальной жизни, вообще в своей жизни. То есть, тебе это не мешает, и никому не мешает. Когда не норма, когда возникает некая проблема, которая начинает тебе здорово мешать, правда? То есть, самое простое, если у тебя бессонница в течение многих недель, уже нельзя назвать нормой, правда? Хорошо. И не могли бы вы еще сказать вот о статистике, связанной с подростковыми психозами, может быть? Ой, вы знаете, не владею, давайте не будем этот вопрос, просто не владею сейчас какой-то специальный... Прошу прощения. Алло. Его будут помнить все, потому что он написал такие потрясающие произведения, которые действительно люди читают и перечитывают. И именно его анима, его женская внутренняя сущность, давала, наверное, такую возможность, так талантливо, так интуитивно и так образно строить свои произведения. Это потрясающе, потому что особенно у мужчин гомосексуальных, если есть вот это преобладание женственного, это всегда проявляется потрясающими явлениями артистического такого порядка, потрясающими образами, удивительно тонкими, когда ты можешь восхититься и понимать, что ты никогда в жизни не смог бы такой образ создать. Я очень рекомендую, кстати, почитать книгу, пожалуй, Грэхэма Джексона «Психоанализ взаимоотношений. Мужчина и мужчина». Где Джексон дает замечательные просто купюры из некоторых произведений. У него достаточно своя такая специфическая классификация, но очень расширяет представление о взаимоотношениях вообще. И он гянцем много занимает. Почитайте у Марина Цветаева «Фуллер Тори» «Лучшее психоаналитическое исследование». Об этом замечательном поэте, да? Что я сказала «Фуллер Тори»? Господи, перепутала автора. Так. «Лили Фаллер». У «Лили Фаллера» есть совершенно дивное произведение Марина Цветаева. Это вообще лучшее и самое полное исследование о аналитическое у Марине Цветаевой. Она американка, Лили Фаллер. И она очень здорово описывает какие-то биографические моменты с какой точки зрения? С точки зрения личности. Вот этой вот незавершенной, в определенной степени пограничной организации личности, которая, естественно, не может найти утешения ни в одних отношениях, ни в других. Вот что мучительно. Мучительная природа. И как бы для личности из пограничной организации очень характерна невозможность выбрать объект, несформированность четкого образа сексуальных предпочтений. И вот как лучшая иллюстрация этому, это книга у Марини Цветаевой. Пронзительная книга. Ее отношения и с мужчинами, и с женщинами. Почему это происходило? Потому что сама личностная структура такова, что она нигде не могла... Что такое... Наверное, последнее, что я скажу, да? Что такое попытка бомосексуальных таких вот как бы отношений? Равно, кстати, как и гетеросексуальных. Это стремление к целостности. Вот когда человек стремится к целостности и не находит ее, он пытается нередко экспериментировать. Это всегда стремление к целостности, к полноте. Как в Платоновском пее. То есть, как вы помните, там были фигуры мужская и женская, две мужские, две женские, которые были рассечены пополам. То, что обычно цитируют, да, как и рассказ Аристофана. То есть стремление к целостности бессознательное. Человек все-таки парное существо. И неудовлетворение, а, андрогин, да. И неудовлетворенность вот этой целостности, она, как бы, для этого есть причина. Она делает человека, понимаете, бессознательным.